Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге царств. И сегодня мы будем читать 20 главу этой книги. Она начинается словами Венадад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю Израильскому, в город, и сказал ему, так говорит Венадад, Серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои. И отвечал царь Израильский и сказал, да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое. И опять пришли послы и сказали, так говорит Венадад, я послал к тебе сказать, серебро твое, и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли. Здесь мы видим, что царь Израильский как бы не решается открыто объявить о том, что он готов вступить в сражение с Венададом, ему нужно выиграть время. И он ведет эти переговоры для того, чтобы созвать старейшин, провести совет, поговорить с опытными людьми и принять решение, как действовать. И далее мы так и читаем, и созвал царь Израильский всех старейшин земли и сказал, замечайте и смотрите, он замышляет зло, когда он присылал ко мне зажженными моими и сыновьями моими и серебром моим и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ, не слушай и не соглашайся. То есть получается так, что Ахав как бы испытывал жадность Венадада, удовлетворится ли он хоть чем-то. Но в результате получается, что переговоры невозможны ни в каком случае, потому что запросы Венадады идут дальше и дальше. И естественная реакция старейшин, которые понимают, что если Венадад начнет получать даже то, что просит, он не удовлетворится, он не остановится. Он будет забирать все больше и больше, пока не заберет все. Итак, по совету старейшин и сказал он послам Венадада, скажите господину моему царю все, о чем ты просил в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы и отнесли ему ответ, и прислал к нему Венадад сказать, пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною. И отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Здесь такая сложная метафора, и мы посмотрим, какое есть истолкование. Максим Турский в своих проповедях пишет об охвальстве грешника. Иметь горб – это словно помышлять или делать нечто скверное в душе, это словно выраженная испорченность ума, постоянно склоняться к нечистоте и мирским делам, и мирскими заботами отворачиваться от святого порога церкви. Потому мне кажется, что пророк, когда духовно говорил об этом телесном пороке, имел в виду мерзость таких нравов. Он сказал, пусть горбатый не хвалится, что он здоров. Данный текст соответствует септуагенте и вульгате. У нас это произносится как пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. А в вульгате блаженного иронима и септуагенте пусть горбатый не хвалится, что он здоров. Будто бы он так говорил, пусть грешник не хвалится, что он погряз в порочности своих грехов, как хвалится праведник праведностью. Праведностью, которая исходит из искренности чистой совести. В данном случае подпоясывающийся – это готовый к труду. Распоясывающийся – это тот, который уже себя никак не сдерживает, не ограничивает. И хотя ты, о грешный, радуешься росту тела, хотя ты радуешься ровности твоих плеч, но душа твоя искажена злом твоей жизни. То есть человек может быть как бы стройным, но внутри он искажен, как горбатый. Потому по праву богатый сравнивается с верблюдом, что неуклюжестью его тела он как бы напоминает ту сложность, который перед ним не дает ему пройти через иглу, как другому не дает войти в церковь, забота о собственном имуществе. Здесь Максим Турский вспоминает слова Христа, легшие верблюду пройти сквозь игольные уши. «И как малое отверстие иглы не может впустить в себя того, кто обременен тяжестью тела, так и священный вход не может впустить того, на ком тяжелый груз преступлений. У каждого свое бремя. Одного придавливает тело, другого грех. И как один не может пройти через игольное ушко, так другой не пригоден для величайшего блаженства Царства Небесного. Верблюда таким делает природа, человека делает злым его воля». Чтобы нам как бы лучше понять вот это выражение подпоясывающейся и распоясывающейся в русском языке о человеке, который не знает меры, говорят, он в конец распоясался. То есть он не ограничивает свою жадность, он не ограничивает свои чувства. «Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим, «Осаждайте город». И они осадили город». И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчища? Вот я, то есть он говорит не от своего имени, а от имени Бога, вот я, то есть Господь, сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав, «Через кого?» То есть он хочет понять, через кого Господь совершит победу. Он, то есть пророк, сказал, «Так говорит Господь через слуг областных начальников». И сказал Ахав, «Кто начнет сражение?» Он сказал, «Ты». То есть Господь может действовать через самых разных людей использовать не только царей, но и вот областных начальников. Причем в данном случае речь идет о слугах областных начальников. То есть совсем это не первые лица. Ахав счел слуг областных начальников и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, 7 тысяч. И они выступили в полдень. Винодаджи напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, «Если за миром вышли они, то есть как бы принимают условия и готовы отдать своих сыновей, жен, богатство, землю, если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, так же схватите их живыми». То есть в одном случае как бы их пощадят, в другом, может быть, их хотят пытать. «Вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирияне, а израильтяне погналися за ними». То есть небольшая группа людей, 232 человека, они погнали целое войско. «И побежали сирияне, а израильтяне погналися за ними. Винодад же царь сирийский спасся на коне с всадниками. И вышел царь израильский и взял коней, колесницей, и произвел большое поражение у сириян». Надо сказать прямо, что Винодад сам подставил себя. Если ты идешь на войну, осуществляешь осаду города, то не устраивает же пир. И подошел пророк к царю израильскому, то есть к Ахаву. Ахав — это отрицательный персонаж, мы об этом помним. Он противостоял пророку Ильи, но в данном случае Господь как бы защищает армию Ахава, потому что за ним стоит народ еврейский, народ Божий, о котором Бог промышляет и заботится. Потом, как я объяснял неоднократно, Бог оценивает человека, не исходя из того, каким он будет или каким он был. Господь оценивает человека, вот какой этот человек сейчас. Как сказано, довольно для каждого дня своей заботой. Может быть, в тот момент Ахав действительно вел себя правильно. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, пойди, укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя. То есть так просто Винодад не отступит. Слуги царя сирийского сказали ему, Бог их, то есть евреев, есть Бог гор, а не Бог долин. Почему они так сказали? Потому что они могли слышать, что Бог разговаривал с еврейским народом с горы Синайской, о том, что когда они входили в землю обетованную, с одной горы Геваль звучали проклятия, с другой горы Горизим звучали благословения. И сам Иерусалим, он был как бы горою. Те из вас, которые были в Израиле, когда едешь в сторону Иерусалима, такое ощущение, что ты поднимаешься все выше и выше и выше. И вот слуги царя сирийского, они пришли к такому странному умозаключению. Бог их есть, Бог гор, а не Бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай. Удали царей, каждого с места его, и вместо них поставь области начальников. То есть здесь явно они хотят подражать израильскому царю, не понимая, что Господь действовал через немногих слуг области начальников. И если им противопоставить тоже таких же городских чиновников, даже не их самих, а помощников области начальников, то это мало что поменяет. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней столько, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц, и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. Действительно, не в силе Бог, но в правде. И если бы Ахав сохранял чистоту намерений, то и здесь он одержал бы победу. И послушался он, то есть царь, голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними как бы два небольших стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому, так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчища придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. Действительно, это было дерзкое богохольство сказать о истинном Боге, Творце неба и земли, что Он Бог только гор. Он Бог не только этой планеты, Он Бог всех планет. Он управляет не только нашим солнцем, Он управляет бесконечным числом светил на небе. И стояли станом одни против других семь дней. В седьмой день началась битва. И сыны Израилева поразили сто тысяч пеших сириан в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных двадцать семь тысяч человек. То здесь опять Ахав оказался как бы на высоте и Бог действует через этого человека. Не самого лучшего. Надо прямо сказать, что это один из худших правителей Израиля. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. То есть как бы безумие напало на него. И сказали ему слуги его, мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Действительно, если люди имеют закон Божий, даже если они сами не чистивцы, но не может же закон Божий совсем ничему их не научить. Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые, позволь нам возложить вретище на чесла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому, может быть, он пощадит жизнь твою. И опоясали они вретищами, то есть грубым материалом чесла свои, поношенные веревки и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали «Раб твой Винодат говорит пощади жизнь мою». «Как поведет себя Ахав? Тот сказал «Разве он жив? Он брат мой». Почему он называет его своим братом? Потому что тогда было принято, что цари считали, что какое-то внутреннее сродство существует между всеми царями. Но конечно аллегорически. люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слова из уст его и сказали «Брат твой Винодат» и сказал он «Пойдите приведите его». И вышел к нему Винодат и он посадил его собою на колесницу и сказал ему Винодат «Города, которые взял мой отец у твоего отца я возвращу и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске как отец мой имел в Самаре». Возникает вопрос зачем какие-то площади. Имеется в виду это торговые такие центры то есть он может открывать в Дамаске рынки это скрещение путей Дамаск Ахав сказал после договора я отпущу тебя и заключив с ним договор отпустил его. Здесь мы посмотрим объяснение Иоанн Кассиан в своих собеседованиях пишет «Никто не усомнится что когда заблуждается сердце когда оно погружается во мрак невежества наши мысли поступки идущие от свободы действий оказываются ввергнутыми в еще большую тьму греха. В конце концов поскольку никогда не умел различать тот кто божьим судом сначала заслуживал править народом Израиля был низвергнут из царства его как нечто мрачное и здоровое тело. обманувшись тьмою и лживым светом он решил что его собственные жертвы более угодны Богу нежели следование заповеди Самуила и поступком которым наделялся снискать расположение божественного величия впал в грех. Неумение различать скажу я привело Иохава царя Израиля после триумфа славной победы доставшейся ему по милости Божьей к вере в то что его собственная милость лучше сурового исполнения божественного веления касавшегося его противника и казавшегося ему жестоким. ослабев от таких помышлений он захотел разбавить мягкостью кровавую победу и словно всем телом покрывшись мраком своего дерзкого сострадания оказался осужденным на безысходную смерть. То есть что мы здесь видим? Здесь мы видим следующую ситуацию. Ахав знал как древние пророки в частности Самуил Иоанн Ксиан упоминает Самуила расправлялись с языческими правителями они их умершляли. Ахав понимал что пророк Самуил это делал по воле Бога а здесь Ахав ведет себя так как будто его милосердие чуть ли не выше милосердия Бога. Ему показалось что надо сгладить впечатление от победы чтобы противники выполнили как минимум свои условия. Но то что произойдет дальше оно будет конечно плачевно. Итак Ахав заключил с ним с Винодатом договор и отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа бей меня но этот человек не согласился бить его и сказал ему за то что ты не послушался гласа Господня убьет тебя лев когда пойдешь от меня он пошел от него и лев встретив его убил его. То есть пророк говорит другому пророку бей меня но это повеление от Господа и тому надо было его бить в этой ситуации но он отказался зачем я его буду бить он мне ничего плохого не сделал мы не всегда понимаем те или иные указания Господни например есть заповеди смысл которых совершенно понятен он лежит как бы на поверхности самой заповеди например не убивай не кради не прелюбодействуй почитай отца и мать а есть заповеди повеления Божие смысл которых не ясен он не лежит на поверхности и вот древние считали что более строго надо исполнять те заповеди смысл которых нам не ясен вот если Господь дает какое-то повеление мы не можем понять до конца в чем тут смысл мы должны строго исполнить это повеление так как оно прозвучало и посмотрим комментарий на 36 стих это комментарий святителя Иоанна Златоуста его трактат против иудеев некогда Ахав захватив одного сирийского царя вопреки воле Божией сохранил ему жизнь и посадил вместе с собою на колесницу и отпустил с большой честью затем один пророк придя к своему ближнему сказал по слову Господа бей меня но этот человек не согласился бить его и сказал ему за то что ты не слушаешь гласа Господня убьет тебя лев когда пойдешь от меня он пошел от него и лев встретив его убил его и нашел другого человека и сказал бей меня этот человек бил его до того что изранил побоями и объявил победу над ним и изранив его даже обвязал лицо его златоуста рассуждает что может быть удивительнее этого поразивший пророка остался цел а пощадивший наказан дабы ты узнал что когда Бог повелевает тогда не должно рассуждать о природе происходящего но только повиноваться ибо чтобы первый не пощадил пророка из уважения он не просто сказал ему бей меня но по слову Господа то есть Бог повелел ни о чем больше не спрашивай царь предписал закон уважай достоинство повелевшего и повинуйся со всей готовностью но тот не послушался за что и потерпел тяжкое наказание и своим нечастием вразумляет потомков повиноваться и покоряться всему что повелит Бог и так действительно мы в каждом случае должны принимать повеление Божие и мы не обсуждаем повеление Божие почему Господь давал такое-то распоряжение об одном народе такое-то распоряжение о другом народе Господь есть Творец мира и по праву Творца он единственный собственник во Вселенной и все что существует оно существует по его воле и он в праве распоряжаться как нашими жизнями так и жизнями других людей и нашел он другого человека и сказал бей меня этот человек бил его до того что изранил побоями и пошел пророк и пристал пред царя на дороге прикрыв покрывалом глаза свои когда царь проезжал мимо он закричал царю и сказал раб твой ходил на сражение и вот один человек отошедший в сторону подвел ко мне человека и сказал стереги этого человека если его не станет то твоя душа будет за его душу если ты должен будешь отвесить талант или ты должен будешь отвесить талант серебра когда раб твой занялся теми и другими делами его не стало и сказал ему царь израильский таков тебе приговор ты сам решил он тот час снял покрывало с глаз своих и узнал его царь что он из пророков и сказал ему так говорит господь за то что ты выпустил из рук твоих человека заклятого мною а за что заклятого за богохульство там стратегия была что бог евреев это только бог гор как бы ниже гор или выше гор ничего ему не подчиняется душа твоя будет вместо его души народ твой вместо его народа и отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный и прибыл в Самарию итак сегодняшняя двадцатая глава научает нас во всем строго следовать предсказаниям божественного слова придерживаться божьих заповедей наставлений церкви и в некоторых случаях когда речь идет о божественных приговорах мы не обсуждаем слово божие в том смысле что мы не спорим со словом божьим мы принимаем повеление так как оно звучит потому что все что бог не делает все что не требует от нас он все это делает нам во благо что это все told и в как это все все